Тверская область принимает участие в фестивале детских футбольных команд Лакобол, проходящего под патронажем РЖД с момента его возникновения. В этом году 13-й по счету турнир собрал 34 команды из городов и районов области. При этом впервые матчи проходили на двух стадионах. Участников много. Делаем все для того, чтобы ребят наигрались, получили достаточно игровой практики. Команды были разделены по зональному принципу на три группы. По два лучших коллектива получали право сыграть в региональном финале. Его победитель представит регион на межрегиональном этапе в Нижегородской области. Именно там у тверской команды появится шанс пройти в суперфинал, который состоится в столице в первых числах августа. Любопытно, что в командах вместе с мальчишками боролись за мяч и девчонки. Второклассница Ульяна из команды Кувшиновского района говорит, что начала заниматься футболом только в этом апреле. А почему ты полюбила футбол? Тебе мама с папой или как вот, или в школе? Ну, просто мама ходила на футбол, и я же хотела. Ну, получается у тебя? Да. Ты жаком что-то ходил, да? Много голов забиваешь? Когда как. Ну, а помнишь, самый свой красивый гол, как ты ногой забила, головой? Ногой только и все. Фировский район, для которого развитие женского футбола является традиционным, представлял практически полноценный девичий коллектив. Пять девчонок усилили только два пацана. Так сказать, конец учебного года, вот своеобразный маленький экзамен у них, потому что выехали за пределы Фировского района, можно сказать, первый раз. Вот. И посмотрим, чему они научились за один год. Ну, на что сами-то рассчитываете? Выиграть сегодня? Да. Что для этого нужно сделать? Как сыграть, чтобы обыграть мальчишек? Собраться. Играть в пасы. Эксперты считали главным фаворитом турнира команду спортивной школы Олимпийского резерва по футболу «Сшор Волга-2008», которую тренирует Роман Петров. Впрочем, одноклубники 2009 года рождения вполне способны навязать борьбу с старшим товарищем, хотя тренер Михаил Черешнев был и осторожен в прогнозах. Ну, наверное, специально, вот прямо мы не готовились, но знали, что он в календаре и настраивались на то, что придется побороться с более старшими командами. По итогам зональных турниров в региональный финал вышли шесть команд. Кимры, Удомля, Нелидова, Максатиха, а также две команды областной «Сшор по футболу» из Твери. Ребят 2008 года рождения. Тренер Роман Петров разделил своих воспитанников на два состава. Выиграв полуфинальные матчи, парни Петрова встретились в финале. Свои против своих. Ну да, между собой играть, тоже и проигрывать. В финале кому-то обидно, даже видели там слезы. Хотя понимали, что все равно они добыли путевочку в финал в региональный. Что в любом случае у нас сборная команда поедет туда. Потому что там больше состав и больше количественных команд. Больше замен будет. Но все равно дети, есть переживания. Все не любят проигрывать, все хотят выигрывать. Первая команда в синих футболках открыла счет. Однако друзья соперники в белом сумели переломить ход встречи и в итоге одержали волевую победу со счетом 2-1. В матче за третье место Малога из Максатихи переиграла Кимрский спутник. Пятое и шестое места поделили Удомля и Нелидова. На церемонии награждения были объявлены лауреаты регионального этапа фестиваля «Локобол-2019» в номинациях «Лучший вратарь», «Защитник», «Ползащитник» и «Бомбардир». Лучшим тренером назван наставник финалистов Роман Вячеславович Петров. Его команда и представит Тверскую область на межрегиональном этапе. Есть ли у Твери шанс добраться до суперфинала? Задача тренера – это научить ребят играть. Ну а задача у ребят в каждой голове должна максимально висеть. Выигрыш, победа. Ну это в детской голове. А наша задача, чтобы они играли правильно, играли хорошо, думали, показывали интересный, хороший футбол. Стоит напомнить, команда Тверской с Шор по футболу уже пробивалась в суперфинал. Это произошло в 2007 году на самом первом фестивале «Лакобол РЖД».